Дорогие друзья, с Вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухня. Продолжаю Вас знакомить с разными вариантами варенья из абрикосов. Перед этим мы рассказывали, как варится цукатная абрикоса. Сейчас я Вам покажу варенье, которое варится в один прием. Это польское абрикосовое варенье. И как его приготовить я Вам сейчас расскажу. У меня здесь уже отвешено 2 килограмма плодов. Вы можете варить из килограмма, из двух, из трех килограмм. Более не советую, потому что Вам будет проблематично его варить. Емкость, где будет вариться варенье. Вода, в которой бланшировались абрикосы. Если у Вас нет такой воды, можете брать просто обыкновенную холодную воду. На каждый килограмм плодов Вам потребуется 1 стакан воды. У меня же удвоенное количество, поэтому я наливаю 2 стакана воды. Килограмм сахара на килограмм плодов. У меня 2 килограмма, значит, я буду 2 килограмма сахара сейчас сюда засыпать. Казалось бы, все традиционно, но это варенье варится в один прием. У него есть некоторые особенности, о которых Вам следует знать. До момента заваривания сиропа никаких разночтений по варке этого варенья нет. Мы сейчас отправляем нашу воду с сахаром на огонь. Я всегда рекомендую Вам добавлять лимонную кислоту. Если Вы берете просто сырую воду, то на это количество сиропа обязательно добавьте перед засыпкой абрикосов примерно чайную ложку с горкой лимонной кислоты. Она не позволит плодам особенно расползаться. Варенье не будет засахариваться, что бывает с вареньями с большой концентрацией сахара. Ну, это так прелюдия. Сейчас мы отправим это все разогреваться на огне. Когда сироп закипит, мы продолжим свое повествование. Сироп начал прикипать по краям. Это говорит о том, что можно перегружать туда абрикосы. Абрикосы опускаем как можно ближе к сиропу. И вот такими ловкими движениями пересыпаем плоды. Всегда чем горячей массой, тем ближе к ней надо опускать высыпаемый продукт, потому что иначе она имеет моду хлюпать. Теперь аккуратнейшим движением делаем круговые такие провороты. Таких поворотов в момент, когда находятся плоды, будем делать каждые 1,5-2 минуты. Тогда есть шанс, особенно в высоких костях, что фрукты будут провариваться равномерно. Пока плоды еще сырые, можно то, что не удалось затопить, притопить ложкой. Мы сейчас дождемся возобновления кипения. И на очень медленном кипении будем проваривать наши плоды 15 минут. С этого момента я вам покажу, что нам нужно будет 15 минут. Чем я занималась? Вот видите, кипит только с одного края. В этот момент я хватаю тазик и прокручиваю плоды, чтобы они равномернейшим образом обволоклись сиропом. Опять жду, когда у вас обновится кипение в любом конце вашего тазика. Это сигнал к тому, чтобы опять проворачивать фрукты. Я уже свои фрукты проварила, к чему мы стремились. Если вы заметили, фрукты остались цельными совершенно, без всяких проблем. Это варенье варится по-особому, поэтому если вы считаете, что ваши фрукты еще не доварились, ничего, пожалуйста, не расстраивайтесь. Сейчас ваше дальнейшее действие. Вам потребуется пол-литровая банка, воронка для заливания продуктов, если такова есть. Если нету, то шумовка еще дополнительно. Вылавливаем отсюда горячие фрукты, стараемся их не мять. И отправляем в пол-литровые банки с таким расчетом, чтобы плодов у вас было примерно расположено на 3 четверти емкости вашей банки. Ну, говорю 3 четверти, а сама накидала уже от души. Очень вкусное варенье, хочется, чтобы в нем было максимальное количество фруктов. Насыпали, отставили баночку в сторону. Вот, подготавливаем следующую. Банки желательно сейчас, пока фрукты горячие, накрыть теми крышками, которыми вы будете их закатывать. Следующий. Видите, какие цельные фрукты. Из-за них весь тут сербор. Мы сейчас с вами их насыпаем в каждую банку с таким расчетом, чтобы 3 четверти банки было заполнено вот такими вот шикарными половинками плодов. Если вы пересыпали, ну, всякое бывает, аккуратненько откидываем в соседнюю баночку. Фанатизм, конечно, хорош, но куда-то же еще надо рассол добавлять. Ну, и вот так вот я сейчас по очереди заполню плодами все приготовленные банки. С этого момента китайские церемонии с сиропом закончены. Устанавливаем им большой огонь и начинаем сироп активно уваривать до желейной пробы. Что это такое, я вам покажу в процессе приготовления этого варенья. Но пока у меня есть возможность, я вам все-таки подрасскажу. Уваренный сироп, чем дольше он уваривается, тем он гуще. Это совершенно понятно. Густые варенья некоторые любят, некоторые любят средней консистенции, некоторые пожиже, тут не угодишь. Поэтому вы увариваете свои фрукты до желаемой консистенции. Но если варенье уварено правильно, то капля, которую вы организовываете на свою чистую тарелку, не растекается. Это говорит о том, что капля попала на тарелку и стоит. Это говорит о том, что она уварена абсолютно правильно. Все эти процессы, о которых я говорила, я вам буду показывать, потому что сейчас сама начну уваривать свой сироп до нужной консистенции. Мне не тяжело вам показать то, что я делаю для себя, чтобы у вас было впечатление. Вареное таким способом варенье имеет абсолютно крепкие цельные плоды. Но для того, чтобы вы были уверены в том, что с этим вареньем ничего не произойдет и не случится, охлаждаем такое варенье под одеялом. Это обязательно. И только уже полностью охлажденное достаем и отправляем в погреб, в кладовку, куда вы считаете нужным. Польское варенье – это исключительно изысканное варенье из абрикоса. Я вам очень его рекомендую. Итак, как я и говорила, с температурой уваривания сиропа мы не церемонимся, поскольку у нас все-таки здесь благополучно весь процесс адресован на уварку. Каким образом проверяем? Берем ложечку и капаем на тарелку. Если капля перестает растекаться, варенье уварено достаточно. У меня постояло и чуть-чуть потекло, но я напоминаю, сильно густые не люблю. Если вы капнули и капля не растекается, значит у вас уже сильно уваренное варенье. Пора теперь этот сироп заливать обратно. Итак, дорогие друзья, вот конечный результат вашего варенья. Значит, каким образом его остужать? Переворачиваем вот так вот на крышку сверху к этому одеялу до полного остывания. Благодаря щадящему увариванию долек они будут крепенькие. Сироп хорошо уварен, варенье ароматное, замечательное. Очень рекомендую вам по этому методу варить абрикосовое варенье Затрат физических немного, а результат шикарный. С вами была Елена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова